Какая у нас программа? Кто ведущий? Кто руководит? Какая у нас программа? 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 ender Просто не видели этих разрушений, не замечали ничего. Никто не ходил в школу с детей, никто не уходил на работу. Несколько дней люди просто были в шоке. Цветантрики, которые там жили, в деревнях, было много тантриистов, много людей, поклоняются полубогам, много было антиристов, так же. А они все с ним не спрятали. Они все говорили только на одну тему, о любви Бога после года Господа Читания. И некоторые затем, они не могли оставаться в деревне, они уходили после Господа Читания, некоторые находили его, некоторые не находили. Трудно описать, что там было, то есть до конца это все не описано. Ну, что-то описано. И сегодня 1 ноября, представьте, что вчера Господа Читания просто в Бахтюмени. Сегодня утром шок, никого нет. Нет, я в поезд и господи Читания. Итак, я Кришнадас. У меня будет, наверное, трудно читать Бенгалии. Я буду читать перевод. Итак, я, Кришнадас, слугавший Вару Богославию. В этой главе я воспел 4 лилы. Я поведал о Его преданности Матери, о Его безумных речах, о том, как Он ночью тебе терся лицом на стены, и о том, как Он танцевал, почувствовав аромат тела души. Он такие вещи, как Шнадас Мираж, должен был описывать, которые трудно писать. То есть, Он танцует, почувствовав аромат тела Кришны, но не все могут почувствовать этот аромат тела Кришны. Однако, почему Господь Кришна не пришел? Он мог танцевать в этом состоянии, и люди могли видеть Его реакцию на запах Кришны. То есть, они могли не слышать запаха Кришна на Мириттанец, Господь Кришна, и Он так передавал настроение. Но я думаю, что для нашего движения это важнейший момент, медитировать на настроение Господа Кришна, который описывает Слово Кришна, на чаритам, для этой цели, чтобы мы могли получить представление Кришны. Нельзя получить представление Кришны как-то по-другому, не общаясь, не изучая поведение чистого бредного. Здесь Сам Господь Кришна играет роль чистого бредного, чтобы мы изучали это поведение, медитировали на Его форму, на Его настроение, на Его слова. И вот таким образом эта Бхакция пробуждается. Наверное, Читань-Чаритамрита – это самый сильный стимул пробуждения чистой любви Богу, самым могущественным. Но, как правило, Читлопрабхат объясняет, сначала люди должны о своей Бхагавадхиду. И не забывать ее. Не о своей Бхагавадхиду. Это может быть принято сентиментально, и очень правильно на основе материальных чувств. Когда Господь Кришна ушел с планеты, появилось очень много имитаторов, которые принимали на это поверхностно, подражая сентиментарные слова. И чтобы этого не случилось, Рупада дал нам необходимый свод знаний, который нам нужно усвоить. Речь мы будем, чтобы погрузимся в эту медитацию. Но во время Киртана есть милость. Зная Бхагавадхиду или не зная Бхагавадхиду, во время Киртана мы можем веселее чувствовать присутствие Господь Кочетания. Время воспевает. Если мы просто об этом подумаем, такого благословения самого Господь Кочетания. Там, где воспевает Святая Мя, там я присутствую. Всегда. Комментарий Кришнадовского иерарха Бхагавадхи утверждает, что смог описать эти четыре лилы с сочетанием Хабрагу в пламени. Он не был прямым учеником Швабхи Бхагавадхи, но следовал его наставления, которые тот дает в Бхактике Судиду Синдву. Кришнадовского иерарха строго следует наставлениям Бхагавадхи и потом в конце каждой главы молит его о милости. То есть он не был прямым учеником Бхагавадхи, но следовал его наставления, это то же самое. То же самое ученическое. Не известно, что лучше еще. Самая важная квалификация ученика заключается в том, что он может общаться с Ваней. Ваней наставления. Вапульта форма, подходящий для премьерной формы. Виде физически. Можем не видеть физически. Может быть здесь или нет. Может прийти, может уйти. Чего покинуть в этот мир. Вапу. Непостоянный. И вапу несколько сбивать с толку может тоже. Потому что у гуру также могут быть какие-то телесные недостатки, формы болезней, скажем, или старости. Оговоров. Могут быть такие вещи. Это вапу. Материальная форма. Собственно. Состоит из дождь. Это может быть зависит просто от давления, от усталости, от болезни, от старости. То есть немость может поразить. Но в ванне неизменный. Это называется духовным учителем. В ванне его наставление не меняется. Может меняться здоровье, может меняться погода, может меняться давление, но в ванне не меняется. Это все утвержденные вещи. И главная квалификация у нас с вами, как у учеников, духовных учителей, это именно помнить наставление. Независимо от погоды, от обстоятельств семейных, на работе, от кризиса, финансов, не знаю чего, еще болезней. Та же, как гуру, он постоянно на наставление, та же ученик постоянно на получение наставления. И в этом помогают наставники. Нужно отметить одну вещь, что наставники играют вспомогательную, очень важную роль. Принимают наставника, когда наставник поддерживает связь ученика с дикши гуру. Если гуру отсутствует физически, нет папы. Ученик, новичок, он может забывать и вани, что он зависит от физического присутствия, гуру в большей степени. Нет папы, для него нет и вани еще. Не квалифицирован достаточно. Поэтому наставники, они поддерживают наставление. Они не могут осуществить другой заботы. Независимо от этого. От вани этого будет учить. Если они думают, что могут заботиться больше, чем поддерживать эту связь, это не квалифицированное настроение. Если они думают, что важнее заботиться о наших внешних правах вне настроения дикши гуру, они являются наставниками. То есть, шикша гуру на одном уровне с дикши гуру, потому что он понимает настроение вани. Он весь на квалификации. Поэтому он может быть наставником. В этом смысле не каждый может быть шикша гуру, но наставником различных уровней может быть каждый. когда он может быть наставником. Когда он указывает на более квалифицированное предыдущие. Как только он действует от самого себя, у подопечных появляются сомнения, напряжение у него. Они внутренне начинают протестовать на это такое решение. Но когда наставник осуществляет связь с его иницирующим гуру, у ученика появляется желание общаться с этим наставником. Что он мне дорог, что он мне дает моего другого учителя. Он дает мне возможность помнить наставление моего дикши гуру, которому я обязан больше всего. Это должен помнить каждый наставник, каждый из нас. Если мы общаемся с другими предами, мы должны знать, что для этих предок и их иницирующих гуру дороже всего на свете. не всегда действовать в этом направлении, поддерживая именно эту ценность, углубляя эту ценность. Если мы даем наставление о Кришне независимо как наставники от этого принципа, это не очень правильный принцип. Все ачарии, великие ачарии, они следовали к такому же принципу, давая наставление о Кришне, всегда упоминали множество других ачария в предыдущих или существующих сейчас. В Кришне очень много духовных учителей, очень много разных настроений. Это очень интересно, очень хорошо. В Кришне, дорогая для духовной организации в этом направлении. Пропаду строил такое великое движение. И поэтому нужно быть очень внимательным в передаче знаний. Все эти настроения мы должны уметь поддерживать, которые есть сейчас, все эти ценности. Если мы начинаем их сравнивать, какое настроение лучше, какое хуже, какой дикшал лучше, какой хуже, грубо говоря, так не говорят, но более возвышенные, менее возвышенные. Вот это американский гуру, это индийский гуру, много всяких глупостей мы слышим. Что касается в Ани, они не обозначаются американским или каким-то еще другим термином, или внешним характером. В Ани это духовное настроение. И как только мы улавливаем эти настроения, мы становимся наставниками. в этом случае. Для кого-то. Потому что такие наставления имеют ценность, как жизнь душа. Это то, что мы хотим получать. то, что мы ищем. Именно такую поддержку, такую заботу мы ищем каждую с ним. Когда вы видите свою духовную жителя, вы чувствуете особый настроение. Особую сведу. Вот задача наставников поддерживать эту особую суть. Намечательно поддерживать эту особую суть. Сочетание Махапрабо вернулся во внешнее сознание. Он совершил омовение и отправился в Наташину Господа в Наташганадхи. Игры Господа Кришны исполнены необычайного трансцендентного могущества. Таково свойство этих игр. Они не подчиняются законам эмпирической логики. Есть комментарии здесь. Ясное утверждение дается. Игры Господа Кришны исполнены необычайного трансцендентного могущества. Таково свойство этих игр. Они не подчиняются законам эмпирического логики. Когда мы говорим о расах, о духовных настроениях, то эмпирическая наука ничего не может сказать об этом. Не странно ли это? Эмпирики это могут тоже наблюдать. Каждый например если говорить о материальном просто эмоции тоже какие-то вкусы настроения меняются и ученые эмпирики но они это не изучают. Вообще это кажется не научным знанием. Почему? Это вне всякой логики вне всяких анализов. Вы не можете предугадать логически как оравший сейчас у этого человека будет или какая была и что будет дальше. Это невозможно на уровне эмпирики логики наблюдать. Например после весны наступает лето после лето осень все подчиняется логике последовательности. эмпирики так это в отношении наших эмоций можно утверждать что после улыбки начнется настоящий смех а после смеха эстерика после эстерики усталость после усталости депрессия и так далее потом силы снова накапливаются снова улыбка не подчиняется этой логике с точки зрения энергии наверное нужно было так это все рассмотреть приобретение потери энергии наверное да есть энергия есть улыбка энергия кончается мельчинается депрессия ну хорошо заправьте человека пусть смеется нет это не подчиняется эмпирическому чтобы изучить расу нужно понять Кришну эта наука непостижима без Кришны вообще есть изначальное положение души и оно не постигается при помощи следствий потому что оно изначально изначально раса смеха изначальная разлука в состоянии изначальная красота что это все такое это называется Кришна ему не может это изучить при помощи следствий зашедших отсюда потому что источник всему красота Кришны его изначальное знание и как же мы сможем при помощи следствия изучить что-то изначально только можем догадаться это логика они догадываются как-то гипотетическая наука догадываются все что можно но они не знают и так может быть и так может быть так тоже может быть так и так и так много мы еще чего не знаем это мы не знаем на самом деле но видим что это все существует здесь говорится не подчиняется законам периодской логики невозможно это изучить науками поступки того в чем сердце пробудилась экстатическая любовь к Кришне не может найти объяснение даже самый великий ученый но вот здесь Кришнас говорит о том что именно Господь Штанин был таким вы не сможете объяснить его поведение при помощи науки психологии допустим не знаю чего какие бы великие ученые поведение преданного также не подчиняется законам логики материализма потому что они заняли позицию отречения они непонятны людям привязанных материальных существований это все что для мне кажется плохо для преданных хорошо один Браман пропал Господа Штанин Шнур намотал и сказал пусть у тебя никогда не будет материального счастья Господь Штанин так возрековал когда услышал потому что он представлял отречение а этот Браман имел привязанность материальной привязанности то что для него было проклятием для Господа читания было благословением но если при этом благословят на богатство на хорошую жену он сподумает проклятие какое-то никому никому в голову не приходит идти к духовному учителю просить благословения на хорошую красивую дину и на хорошую работу ну может быть кому-то приходит такой гуру но гуру не одобрит такие желания трансценденталисты они равнодушно относятся к богатству к нищете они одинаково это видят до них нет разницы поэтому если мы хотим кришне господу считаю мы должны тоже до какой-то степени стать трансценденталистами хотя бы в желание поступки того великого человека в чем сердце пробудилось с любовью к богу недоступны пониманию даже самых урудированных садобурки сами это стих из бахти расамрита силдху бахти расамрита силдху описание бахти нектара расы океана силдху как описает нектара пробуд retin пытается пытается бахти расамрита силдху описать преданное служение которое здесь, согласно этому стиху, невозможно описать. Все преданные сталкиваются с этой проблемой. Если даже вы имеете в акте в сердце, большая проблема, как его описать, как об этом рассказать. Господь Чисто нечасто говорил об этом. Кто поймет меня, кто поможет мне? Я стал одиноким в этом мире, обретя любовь к Вечне. Теперь мне никто не поможет. Никто не поможет. А мне нужна помощь. Потому что я умираю. Я не знаю, как жить. Вы понимаете, он говорит? Я водил его лишь одно мгновение, а потом он исчез, и я не знаю, что делать. Кто мне поможет? Так и Господь читает. Деяничные читания Махапрабо, особенно его безумные речи, конечно же, необычные. Поэтому любой, кто слушает об этих играх, не должен применять к ним мирскую логику. И об этих играх просто можно слушать с верой. Сурбам Патачаря, когда пытался понять Господа читания при помощи эмпирических знаний, гьяны, веданты сутры. Он сделал вывод, что человек неравновешен. Если изучить браман при помощи логики, философского поиска, то это шанти, это полное умиротворение, полный покой. Но этот Саньяси, он неравновешен. Кто плачет, кто смеется. Но столько неравновешен, что он падает в обрак регулярно. Он сильно неравновешен. Его состояние граничит с болезнью какой-то. Это логическое принимание. Он обратился с симпатией, просто это читание ему. Нравились его качества, его смирение. Он сказал, ты очень молод, ты рано принял Саньяси. Или какие-то чувства. У тебя еще чувства очень сильные. В такие годы очень трудно принимать Саньяси. Саньяси нужно в конце жизни. Тебе нужно было бы, конечно же, прожить эту жизнь как-то сначала по-другому. Через греха сгасшем, потом постепенно ванна прастряшем. Но в конце Саньяси. И тебе 24 года, ты принял Саньяси. Поэтому, если трудно контролировать чувство, ты то плачешь, то смеешься. Это что ты вспоминаешь? Ты не должен вспоминать ни о чем, ты должен думать об романах. Никаких других мыслей. Я знаю, как поучить их, знаю. Тебе нужно слушать Веданта Сутру. Это предписано шастерами. Если какой-то преданный рано слишком принимает Саньяси. Он должен ни на шаг не отходить от своего духового учителя. Я постоянно слушаю то, что говорить буду. То, что делали в первую очередь первые Саньяси про шелопопады. Они только не занимались. На гуськом ходили за гропопады. Можете увидеть, какие-то есть съемки документальные, подписания. Так же, что это первые Саньяси. Они в самом деле не знали, что надо делать. Они просто держались за танцами, на праупады все. То есть, то праупады делали то же самое. Постепенно, постепенно они обрели, как бы, ноги обрели эту твердую. Твердо утвердили с возречения, при этом служении. Вот в таком статусе, необычном статусе. Где у вас нет ни дома, ни семьи, ни денег. Вообще никаких материалов не поддерживали. Ничего, Саньяси. Без фруопада они вообще не знали, куда это налево, не направо, что делать. Фруопада ходил с ними по гостям в Индии. И мы приглашали часто, чтобы ввести учеников, самого Шруопада, как великого чая, проповедника, индусы, богатые, приглашали свои дома. Котовили пиры, чтобы встретить хорошо преданных. Саньяси объедались каждый день. Фруопада, мы уже не можем ходить с вами по гостям. Вот вы каким-то образом можете, но мы не можем. Мы уже просто болеем саньяси, нам трудно контролировать желудок. В костях, в костях, в коже. Как можно принимать столько предложений? По 3-4 предложения в день. И там везде пирку там приводит. Поповед, так вы должны смотреть, как я себя веду. По средствам, ну, почитай. Хоже, когда садились на пир, они уже не видели кровопаду. Они снова пошли. Интересно, да, что же там. И вдруг заметили, что пропадал, не перебег. Да, он приходит, но он чуть-чуть тут, чуть-чуть попробовал, все, пошел дальше. Ага, все же просто, чуть-чуть, чуть-чуть, пошел дальше. Не так, что, о, сколько пищи здесь. То есть, это жизнь саньяси требует подготовки. И здесь срамбаб ватачарю, та же его господочитание, нужна подготовка. Ты рано принесли, но если будешь отменял, слышь, видата сутру. Я признанный ученый. Я ответил сабраман, все в порядке. Ты умиротворишься. Садись, слушай. Я с ним учениками послушай взяту сутру веданта. Вершина? Нет. И срамбаб ватачарю, присутствие господочитания, говорилось, превзошел самому себя в комментариях веданта сутры. Потрясающую вещь, я говорю. Что есть браман, что не браман. И он использовал комментарии Шанкара-чарьи. О единстве всего. Что можно урановесить ум, наблюдая единство. Сознавать единство. То есть это как решено совершенство преподаватель. Адем, следующий шаг. Ты сливаешься с этими единствами, и все. Становишься добр. Семь дней. Семь дней подряд господочитания слушать все это. Не шел отмушить. Не сдвинуться с места. Не реагируй никаким образом. Не улыбается. Не спрашивай вопросов. Ничего. Рамбам Батачаря был очень проницательным ученым. Но он не мог понять, что происходит. Это занятость непроницаем. Семь дней я говорю ему. Я не могу понять, понял, что хоть что-то или нет. Вы ученики были в восторге с Рамбамом Батачарей. Гуру Магарач, вы произошли самому себя. Мы никогда от вас еще не слышали таких совершенных комментариев. Веданта Сутрой. Кришна читает слово за Рамбамом Батачарей. Но мне кажется, ты ничего не понял, потому что ты никак не отвечаешь на мои настроения. Скажи что-нибудь. Ты понял Веданта Сутрой? Я понимаю прямой смысл Веданта Сутры, но ваши комментарии не понимают, что это случится. 24 года и пожилой ученый, мировая известность. И что подумал с Рамбамом Батачарей? Это занятость. Только привил ему гордость. Меня сам сальт слушает. Все люди, я президент ученый. У меня столько учеников, у меня огромный опыт. Ведическая культура таких, как я, поддерживает, как главных учителей общества. Этот человек, когда он занялся, вот эти 4 года, смотрите, что говорит. Он оскорбляет, но всегда его у нас слушает. Может быть, ты сам прокомментируешь об этом вопросе. Он прослушает. Обычно после этого ученик просит прощения. Потому что не способен привязать учителя. Понятно, он может дерзить, но как только он предложит это сделать, то же самое, конечно, не способен становиться смиренным. И он не так сказал ему. Может быть, ты это станешь. Была абсолютно уверена, что он не сможет. Скорбе уравновешивать. Он не сможет, как ты, Брамани. И на самом деле, в почитании, не говорила о Брамани. Он не был способом дожди Брамани. Он говорил, а пара Брамани? Он объяснил прямой смысл. Он говорит, что Господь имеет чувства. Он говорит, что Господь имеет чувства. Везде его руки и ноги, Бхага Владимир говорит. Везде его уши. Говорится о чувстве, которое распространено повсюду. Это Браман, имеющий чувства. Срамба у него, Господи, везде его слежит. И он не мог это проверить, потому что это прямое описание Витати Данта Судры, которое никогда не замечалось за комментарием Шанкара Чайи. Такое очень часто происходит. Мы опираемся на интерпретацию, на чьи-то мнения, и мы забыли прямые тексты Бхагава Ахиды, где Кришна о себе говорит, как о Верховной Личности Бога, много, 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 много разных. И это не требует никакой интерпретации. Там прямые утверждения. И Срамба, вначале, после этого получил страсть в тени. Он вдруг осознал, что его учение несостоятельное все его годы жизни, несостоятельное. Наверняка бы он не смог жить уже после этого. Наверняка бы он умер. Если вы достигаете величия этой жизни, и вдруг недоверение это рушит, оказывается ложью, вы не сможете жить дальше. Верность. Но Господь Штаник коснулся плеча Срамбаума и передал ему премию, что остался на вам потащари, он стал неравновешен. Ученый. По нелогике правил подписаний. Он хотел потом поститься за эти оскорбления, он ничего не ел, но Господь Штанисад пришел к нему, и с храма Джагадаса он принес ему просад собственными руками. Зачем ты постишься? Срамбаума, нужно просад есть. Зачем эти правила подписания? Какое благочестие, какую ты любовь разовешь постять? Ты любовь разовешь, когда ты будешь есть Кришна-просад, как Господа Джагададхи. И Срамбаума подачарья, когда осознал, это ведь снова Господь Ичитанин, он даже не помылся. Для такого витатиста, как Срамбаума подачарья, это такой грех, не помывшись есть. И даже Ширабидиджал не успел сказать. Что он схватил от Маха-просад и сказал, Жанна, поглощайте. А, Господь Штанисмеялся от своей души. И говорит, между прочим, подтверждается шастами, что ты сейчас делаешь, что не подтвердишь шаста, потому что Маха-просад можно есть в любом состоянии. Хоть ночью, хоть днем, помывшись, не помывшись. Маха-просад нужно есть сразу. Если ты думаешь, сейчас я помоюсь, если ты ему Маха-просад, это ужасное пление. Как только тебе его принесли, сразу, хотя бы посмотреть, ему почтение валили, что-то попробовать. Такое отношение к Маха-просаду, это точно не соответствует шастаре, то, что ты делаешь, что ты делаешь. То есть честь и премия не нарушает правила, на самом деле. Следует просто другим правилам, воли разводишь. И тогда Сармам Батчария снова сел за шастаре. Решитель. Знаете, такой неуравновешенный ученый. Бхакти в его сердце. И он сидел, в первую очередь он могнул, внимательно читал. И там, где встречалось слово мухти, он не меняет учет. Писал в Бхакти. А что? Все переписывал вообще, все убирал. Никаких мухти, только Бхакти. То есть почитание, значит, что он-то перечипал. Я вам балуна, зачем-то ты делаешь, что-то ясно. Потому что мухти, потом называют, тоже Бхакти. Нет противоречий. Я знаю. Но люди будут понимать опять по-другому. Я не буду думать, мухти, персональное освобождение. Я перечеркну все эти вещи и напишу факты. Не дай господь, что я не смеялся. Я не знаю. Какой-то странный, необычный. Какой-то экстрактичный сейчас. Не применяется мирская логика, а просто нужно слушать с верой, здесь говорится, такой рецепт, что с вами, чтобы проникнуть в Игорь Кришны без анализа умственного. Поэтому к этому нужна подготовка. Слушать безумственного анализа невозможно человеку, не контролирующему ум, который не контролирует его. Ум всегда что-то анализирует, поэтому пока ум анализирует, с какой-то логикой, каким-то опытом накладывается, личный опыт, очень трудно услышать, как говорит Кришна. Собственно говоря, невозможно. Поэтому, как говорится, не умом слушать, а сердцем. Ну, так. Подтверждение этим безумным речам можно найти в Штимадбхагаватам. Там, в 10-й песне, в главе Брамара Гдита, песня, обращенная к шмелю Брамара, Штимаддхарани ведет безумные речи, охваченные эстетической любовью к Кришне. Вот здесь, как говорится, Кришне, Кришне, как говорится, с вами авторизуют, как бы, это настояние Господня. Находят подтверждение в шастрах, но это единственное подтверждение. Это безумные речи Шлематиры Тхарани. Особый момент. То есть, многие преданные, они, собственно, находятся в большинстве здравом распутке. Например, мы с вами, мы здравом распутываем. Как бы мы ни слушали о Кришне, мы помним, что сейчас мы работаем, сейчас мы снатолим, сейчас здесь дети, сейчас дароплата. Но здесь здравом распутся. Но есть преданные, которые не опираются вообще на здравом распутке. Как же они живут? Они что-то бывают о детях. Кто скажет? Как жить в этом сознании? Материально жить. Ведь и с работы есть, дети тоже, все есть. Если мы решим здравого рассудка, то будем поглощены в эти игры Кришны безумно вести речи, как бы мы работали. На работе, где есть какой-то порядок, какие-то условия. Мы просто будем все это генерировать. Забудем. Кондиционер. Гиди. Тот, кто обретает плоды и бахти, высшего совершенства, вместе с ними обретает плоды и всего остального. Не теряйте. Не так, что получите бахти, но теряйте плоды гьяны и кармы. Или йоги. Нет. Бахти дают вам все плоды. Всех путей. Это вершина всего. Зрелый плод всего мистицизма, говорится в акции. Но ошибка человека заключается в том, что он может позаботиться о своих детях, о своей семье, о своих деньгах. А на самом деле позаботиться не может. Когда его родители умирают, он ничего не может сделать на самом деле. Когда дети болеют, если будем свою благу, нам кажется, что мир рухнет. Это иллюзия. Может быть, я могу и забыть, что нужно идти на работу, но Кришна помнит. То есть сверхдуша же это все устраивает. Варнаш, Матхай и все другие вещи. То есть можем это получить от сверхдуши. Не от собственного разума, не от собственного рассудка или эго, а из сверхдуши. Ну, может быть, сложный вопрос, о чем я сейчас говорю. Как это получить от сверхдуши? Если душа плавает воздушным потоком, что она расположена в теле, что она окружена органами восприятия, вот мы сейчас так и находимся, так и пребываем в этом состоянии. Ну, точно так же мы можем находиться в сверхдуши. Точно так и вижу. Сейчас мы в материи. Точно так же мы находимся в сверхдуши. Дух — это то, что все организует. Как же мы можем забыть о сверхобязанностях? Мы их помним через Кришну. Они через желудок и не дали язык. Просто по-другому. Сознание меняется. То есть преданность просто по-другому. Видит это. Материст видит это как? Потребности своего желудка. Потребности своего тела. Поэтому нужен дом, семья, работа. От потребности тела это необходимо. Но при этом делать то же самое. Из потребностей Кришны. Кришна Банга, хотите об этом говорить? Исполняй свои обязанности и думай обо мне. Я этого хочу, чтобы ты сражался. То есть ты можешь сказать, я хочу или не хочу. А можешь сказать, Кришна хочет или не хочет. Вот в чем разница. Что же лучше сказать? Я хочу или не хочу? Или Кришна хочет или не хочет? Видите, говорится, лучше думать о Кришне, чем о своих желаниях. Но ты ничего не теряешь, потому что я это все и поддерживаю. Не ты поддерживаешь. Я и ты. Поскольку ты сейчас думаешь, что ты все поддерживаешь, от тебя все зависит. Ты попадаешь в скорбь и трудное положение. В этом величие и простота сознания Кришны, что ничего не меняется. Меняется база, платформа, основа, позиция меняется. Но ничего не меняется. Например, мне сделали какую-то программу в компьютере. Эта программа скачивает новый Windows. Прямо с интернетом. Не так давно мне это сделали. То есть Windows это что? Основа, да? Когда закажутся файлы, программы, так и понимают. Сама основа. Вот всю эту основу заменили. Файлы остались те же самые. Понимаете? Файлы те же самые остались. Ничто не было повреждено. Все мои книги, все, что было записано, все осталось там. Все информации. Но основа сменилась полностью. И по-другому работает здесь. С другими особенностями. Это сознание Кришны. Все файлы сохранятся. Вся информация сохранилась. Вы даже родственников всех не забудете, если будете знать, что вы не это делаете. Вы все равно будете их помнить. Но это вы будете понимать, что в сознании Кришны. Вот и все, что происходит. Итак, эти безумные речи кажутся нелогичными, непонятными, и метафоричными, или поэтичными, или непрактичными, но можно по-разному. Но от этих безумных речей зависит благополучие мира. О том, что был Господь Читаем. Потому что, видя Господь Читаем, все люди хотели сойти так же с ума, так же безумство. Потому что это была прямо Бхакти, высшая сила, такая высокая сила Бхакти, что даже Кришна причиняется. То есть, собственно, Бхакти творит все об этом мире. Прямо, либо косвенно. Без Бхакти, хотя бы крупицы элемента Бхакти, невозможно ничего сделать. Мы не можем долго делать то, что лично всякого вкуса и интереса. Невозможно. Поэтому сознание Кришны, эти безумные речи Господи Читаем, его нелогичные поступки, и не только там самое главное, этот вкус, эту любовь, эту премию. Благодаря которому можно сделать чудеса творить. Можно хромой, говорится, горы перейдет. Читаем, читаем, ты говоришь, да. Немой будет петь стихами. Просто услышав безумные речи Господи Читаем, можно привести такой план. Когда утро прибыл во Вриндаун из Матхуры, с посланием Кришны, гофе стали со слезами на глазах говорить о Кришне. В этой речи Матери Радхарани увидела Шмеля и заговорила с ним, как безумная. Она приняла Шмеля за послан Золтовой, или кого-то, кто был очень близок к нему и к Кришне. При этом она произвела также такие стихи. Тут Радхарани говорит очень сложными сансквистскими текстами, о безумном состоянии. Речь может быть безумной, но сансквистский стих идеальный. Вот эта практика, интересная вещь. Может и все, где-то безупречно, но речь безумная при этом. Некоторые говорят, что сумасшедшие шизофреники очень умные. Они не теряют способность быть очень умными. Но здесь как бы духовное сумасшедствие. Мой дорогой Шмель, ты лукавый друг Утхова и Кришны. Ты хорошо научился касаться стоп людей, но меня этим не проведешь. Похоже, ты сидел на груди одной из подруг Кришны, так как у тебя на усиках остался порошок кунгума. Такие уси, ты Шмеля, они все в пыльце. Так летают, вот Радхарани. Она по-другому это видит. Кришна сейчас занят тем, что любезненчится всеми своими подружками в Матвуре. Поэтому теперь, когда его величают другом жители Матвуры, ему больше ни к чему в помощи, питатель Вриндавана. Ему не за чем заботиться о нас, Гопи. Посланы им, как ты смел ли придет сюда? Знай, Кришна, что ты оказался среди нас. Знай, Кришна, что ты оказался среди нас. Он бы очень смучился. Когда Радхарани говорит, что она разоблачила Кришну здесь. Утаматикари может говорить со Шмельом. Иногда паито делает это. Иногда это делают утаматикари. Поэтому говорится, что преданный, который выжил все духовные качества, он может иметь поэтический дар. Так же. Но его поэзия, она научна. С Шмельом можно разговаривать, если утаматикари. А если нет, это просто поэзия. И люди будут слушать его. Потому что это напоминает какую-то другую реальность. И людям нравится это все. Если кто-то разговаривает со Шмельом, необычно, безумно, но это привлекательно. Какая-то есть особая роса. Чем же Кришна оскорбил Гопи и почему они хотели забыть о нем, ответуется в следующем стихе. Кришна больше не дарит нам пьяняющий нектар своих губ. Сейчас Он раздает этот нектар женщинам Атуры. Кришна пленил наши сердца. Но сам Он похож на тебя, Шмель. Как и ты, Он покидает прекрасный цветок и прилетает на другой, который куда хуже первого. Так Кришна обошелся с нами. Я не понимаю, почему богиня Пресвитания Лакшны все еще продолжает служить в лотосных стопах, вместо того, чтобы покинуть их. Похоже, что она до сих пор верит лживым словам Кришны. Но мы Гопи не так глупы, как она. Если мы кому-то скажем, ты лжешь, несколько обидное слово, неприятное слово. И Радхарани говорит об этом Кришне. Лживые слова. Она говорит так, что Утхава услышит. Она сочнурем говорит. Но сочнует, как послание с Кришной. Это относится к Утхаве на Сахарани. И она понимает, что Утхава передаст это послание потом обратно. Услышав сладкую песню Шмеля и поняв, что Шмель поет о Кришне, для ее удовольствия Гопи ответила, дорогой Шмель, Господь Кришна здесь больше не живет. Мы узнали, что теперь его надо величать Яду-Пати, царем ненасти Яду. Мы прекрасно знаем его и потому не желаем слушать песни одну. Лучше лети к тем, кто теперь так дурак Кришне, и по их там. Те женщины-матворы теперь получили возможность наслаждаться его объятием. Теперь они его возлюбленные, и он погасил огонь страсти в их груди. Если ты полетишь туда и там будешь спеть свои песни этим счастливым счастливцам, они будут очень довольны тобой и станут оказывать тебе всяческие почетки. Вот там ты придешь. Слава в том месте. Здесь Кришна больше не любит. Она услышала, что Шмель поет. Мы слышали, как Шмель поет. Может, мы об этом долго не думали. Никак не связывались с Кришной. Если Шмель поет, мы никак это с Кришной не связывались. Интересно, что не все речи человека можно связывать с Кришной. Да, люди так выражаются, что очень трудно вынесознание Кришны. Но когда вы слышите птиц, ручьи, океаны, ветер, треви шумят, шмели поют, вы слышите Кришну. Радхарани сразу услышали, что ты это, Кришна. О, собиратель меда! Должно быть, Кришна очень огорчен разлукой с нами, гопи. Наверняка его мучат воспоминания о наших с ним играх. Поэтому он и послал тебя. Он хотел как-то утешить нас, но не говори нам ни слова. Все женщины во всех трёх мирах, где смерть неизбежна, на райских, средних и низших планетах, доступны Кришне. Ибо кто стоит перед его изогнутыми бровями? Более того, самобогиня процветания всегда служит ему верой и правдой. Кто мы такие по сравнению с ней? Но хотя Кришна и хитёр, даже очень щедр, ты можешь сообщить ему, что его доброта к несчастным заслуживает похвалы. Ведь недавно называют Утамашлока тем, кого воспевают лучшими стихами прямой любовью к Кришне. Вдруг противоречивая речь ведь это лживая Кришна теперь она представляет. Если вы слышите такие противоречия, неподдающиеся логики, вы должны знать это Бхакти. Преды все такие. Они все немножко сетуют на Кришну. Все просто говорят. Все немножко сетуют на Гуру и псевы просто говорят. Это не означает, что ты должен оскорблять Кришну на Гуру. Немножко они ущерблены, потому что Гуру тяжелые, для отнаставления. Которые трудно принимать. Скажет. Ты не смиренный. Правда. Он тоже не смиренный. Я про тебя говорю. Он так был Гуру. Да был. Что тогда? Но он прав. Настоящий Гуру. Все так. И одновременно прочувствует твой любовь. Ты жужжишь у моих стоп на одежде вымолвить прощение за прошлое и пригрижение. Улетай прочее. Я знаю, что Мухуда научил тебя говорить нежные, льстивые слова. Подослал тебя к нам. Это хитрый ход. Мой дорогой Шмель, но я-то разгадал его. В этом его вина перед нами. Не говори ему то, что я сказал, а хотя я знаю, что ты очень завистлив. Мы годы оставили своих мужей, сыновей, нарушили все заповеди религии, которые сулят лучшее рождение. И теперь нам не остается ничего другого, кроме как служить лишнего. Нас не перемет теперь ни религия, ни семья, ни общество. Мы все нарушили. Но мы-то простые деревенские девушки мы сделали так наивно, а мы не знали его настоящую природу. Он оказался царским сыном. Усу первые девушки, не сын Ешовы. Эти первые живут там, общаются в царской роскоши с женой, а мы остались его просто служанками и ничего не получили больше. Но Кришна, совладав собой, с легкостью забыл нас, поэтому больше ничего не говори нам о нем. Мы тоже хотим забыть о нем. Серьезные аргументы для женщин. Для женщин самое худшее положение. Дорогие преды. Турицы присутствуют. И так, обои статисты вершину совершенства поэты. Они абсолютно все пожертвуют Кришне. Все. из-заставка. Когда мы вспоминаем о прошлом жизни обличной, драгошной, нам становится страшно. Когда он пришел в образе Господа Рамачандры, он вел себя как охотник. И нечестным способом убил своего друга Вали. Охваченную страстью Шурпанакха пришла к Рамачандре, чтобы удалить верить его желания, но он был так привязан к Ситадеве, и что отрезал Шурпанакий нос. В всем образе Вама на Деву он обманул Махараджубари, попросив его о небольшом одолжении и под этим предлогом отняв всю его собственность. Мало того, он схватил и связал Махараджубари, как хватает ворону. Мой дорогой Шмидт, как можно дружить с таким человеком? Я знаю, что, начав говорить о Кришне, очень трудно остановиться. И готово признать, что мне не хватает сил, чтобы перестать говорить о нем. Снова противоречит. Это напоминает нам в этом мире, как если у тебя в гости к родителям, к семье, они спросят их девчих, они не устанут говорить о тебе. Но они говорят, что ты плохой, и разный, и все, наследие, церковь противоречит. Это какая-то привязанность. И так, вот я говорю с большой привязанностью. Рассказы о Кришне настолько могущественные, что подрывают четыре опоры религии. Протворание четыре опоры религии будут подорваны. Следование своему долгу, экономическое процветание, чувственное наслаждение и освобождение. Все это гоби потеряли. Дхарму, это Адхарму, они назвали паначанцем, будущим замужненным. Потеряли все дхармы. Экономическое процветание, остались брошены в деревню, забытая деревня в ритарму, которая была полностью опустошена после ухода Кришны. Никаких чувственных наслаждений, они потеряли интерес даже к пище в итоге. А они думали, что не заслужили ничего. Они думали, что не получится освобождение. А ты вообще не интересовала. Любой к кому в уши попадает хотя бы капля Кришна Катхи избавляется от всех материальных привязанностей и зависти. Лишившись всех средств к существованию, такой человек живет как перелетная птица. Он скитается по всему миру и есть то, что подают ему люди. Обычная семейная жизнь становится нестерпимой для него. И свободная от всех привязанность он внезапно бросает все. Но хотя такой отказ от мира похвален, будучи женщиной, я не могу пойти на это. Но хорошо, великие святые так и поступали. Здесь описываются. Они оставляли все семейные привязанности и уходили в течение. А Радхарани говорит, будучи женщиной, возможно это сделать. Как же нам быть? Но даже снязу принять не может. Но на самом деле все мужчины тоже могут принять вопрос. Вопрос касается любви. Но не только любви. О посланник, я как глупая птица, которая слышит сладкие звуки дудочки охотника и по глупости своей летит на них. Стрела пронзает ее сердце, причиняя невыносимые муки. Поверив обещаниям Кришны, мы теперь страдаем от нестерпимой боли. Ногти Кришны заняли наши лица. Он причинил нам столько боли. Поэтому прекрати свои разговоры о нем и давай поговорим о чем-то другом. После с лошади Матери-Дхараня Шмель улетел. Но затем снова вернулся. После небольшого раздумья Бог и сказал. Ты очень близкий друг Кришны. Это по его просьбе ты вернулся. Поэтому я должна оказать тебе всяческие почести. О, лучший из посланий подскажи мне, чего ты хочешь. Кришна не может забыть о нашей любви и потому прислал тебя сюда, чтобы ты забрал нас к Нему. Но как ты это сделаешь? Мы знаем, что сейчас в груди Кришны премнуло множество богинь и процветания. И они постоянно служат ему гораздо лучше, чем можем мы. Походишь меня за рассудительность. Она оплаченно восторгом произнесла такие слова. Видите, настроение изменилось, когда что вернулся. Она вспомнила, что он может передать все слова Кришне. Испугалась. он вернулся на с его темы. Кришна, как и положено, сыну благородного человека, живет сейчас Гуру Гури Матвури. Он забыл обо всех нас, Гопи Вриндавана. Но может быть он помнит негостеприимный дом своего отца Макараджи Нанды? Может он все-таки вспоминает для нас и своей служанки? Говорит ли он когда-нибудь о нас? Или он совсем нас забыл? Просит ли он нас когда-нибудь? Простит ли он нас когда-нибудь и снова коснется нас руками встречающими Арама Макараджи И так может показаться что здесь любовь безответная но Кришна говорит благоводитие в какой степени предается мне ровно в такой степени я ему отвечаю То что вы сейчас слышали о на стене Радхарани это относится непосредственно к Кришне Кришне точно такую же испытывает разглубь В речах Матери Радхарани звучит так что Кришна теперь наслаждается Матхури А мы страдаем Но согласно природе Бхакти это не так Кришна испытывает то же самое разглубь даже когда живет в Двараке окруженный царицами роскоши дворцами царицы Двараки знают чьи имена он повторяет ночью они ничего не говорят об этом но они знают его истинные мысли его истинное настроение что он очень привязан к Врида Вам там в глубине сердца Кришне там Врида он преданный врач когда они встречаются на круг шедле поскольку вас в Дэве затеял великое жертвоприношение туда приехала вся Дварака это что такое такое богатство великолепие приехала туда с жителями Вриндавной копии увидеть Кришну на воловьих упряжках нагруженных молоком и творогом вся деревня Вриндауна оказалась там и когда надо появился он там просто по деревенски кричал Капал душераздирающие были звуки ешоды на домоград все озирались кто зовет его Капал царский сын величайшая личность объект поклонения сябвят Капал кричал как сумасшедший недавно не видел Кришну и все встали увидев такую любовь такой привязан Кришна сидел на коленях воно на махражи ешоды обливалась слезами вместе потом гопи отошли все подальше в лес спрятались там понятно что не могли непосредственно Кришне подать там все официально все богато возвышено мы деревенцы женщины нам нет места когда Кришна улучшил минутку пошел куда сам в этот лес подъем с ради боги не я смотрел на него очень приятно с тобой видите он старый друг только я хочу видеть там есть деревья и здесь он конечно там был разговор бхакти любви настоящий и Кришне испытал то же самое поэтому все ученые философы империки все великие ученые ведантисты все не могут здесь в толк почему Кришна если он так любит бриндар почему живут вахти верхов личность бога он не волен выбирать что это за явление Кришна вахти зачем это разлука это что испытание но по описанию гофи не нужно испытывать они совершенны это великий преданный почему Кришна подвергает их таким срок испытания ответ дается невероятный приятно отвечать на вопрос так что Кришна причиняет боль Радхарани рискуя при этом своей репутацией бога потому что его за это будут точно все против если вы изучите настроение гофи возьмете положить гофи будете против лишнего нет Кришна точно жестокий точно так я не могу понять я не могу принять почему он так причиняет близким дешевле всем они умирают без него разу это не правда все предны принимают сторону Радхарани все против Кришны но почему все хотят оказаться в таком же положении как Радхарани все хотят перенять ее настроение глубоко любви потому что Кришна покидает свою премию он делает это только для того чтобы углубить их в любовь бесконечный бесконечный мокрик и потом они все уходят из этого мира на голову вреда высший разум не всякого логики всяких здравых смыслов его можно понять только с позиции преданного служения занимаясь преданным служением вы понимаете Кришну больше горбища что такое пакт Господь Читалий выражал его обычного воспевая громко святые дни я сказал вот только так век гадии возможно святые Кришну громко воспевая вместе святые ну и мы это пытаемся делать и пока мы воспеваем веку вот почитаем итак Новый год начался у нас уже как прочитание ушло с Тюмени за ночь тюмени все пустая берите таково может и свободно ходить по улице но выйдем кришне начинать Новый год таково наверное люди больше удивились сейчас если увидели что тысячи людей на улицах поют гирь первые ноль они не пили спиртное как они совсем другие они сияющие точно они начинают новую жизнь мы чуть не умерли от этого праздника за эту ночь в Тюмени много людей погибло от алкоголя несчастных случаев преступлений повышенные номера на праздники таких как Новый год повышенные номера скорая помощь милиции в полице очень много несчастных случаев это подобно воде такой праздник предан нужно выходить на улицу и течь при нам так свое воспочитание так будет делать каждый год в деревне потому что другого года не будет что сейчас людям дается возможность попробовать все быстро вести вот интернет информация все духовные практики сейчас что только нет за 10-15 лет они перепробуют уже все и моего аду и что и воду и кастань аду и все все и что же куда они придут в конечном итоге если останутся вживую к воспитанию сутого имени для этого не обязательно переходить в исковом можно оставаться в исковом нет они могут просто присоединяться киртану исковом для этой цели чтобы люди киртану присоединились не к движению не все к движению присоединяться это не обязательно они могут думать как например Вепхишина он не присоединился к вайот он не пришел вайот хюжить Вепхишина это брат равный из демонической семьи предан он предан Господа равный но он не пришел вайотхи он остался управлять лангой он был царем демона но он был предан также мы тоже можем выполнять свои обязанности в этом мире но присоединяемся к киртану каждый человек может просто к киртану присоединиться неважно что он занимается предан они выше всякой критики должны быть тогда люди будут приходить не так кто это пришел он все принципы соблюдает он может быть не принципы пришел соблюдать а просто признится к киртану мы очень рады любому человеку кто признится к киртану но он попоет с нами он благодарит и пойдет снова выполнять свои обязанности он получит свое счастье и потом снова придет когда ему нужно на праздник или выходной сам решает человек но он может приснеться к киртану это главное главное что хотел бы сделать чтобы люди просто к киртану присоединились он не создавал искон или что-то еще искон для других целей искон должны храниться в самый высший стандарт но далеко не все люди могут эти стандарты соблюдать это значит не могут присоединиться к киртану или есть просад наша задача как раз в том чтобы распространить киртан и просад а не присоединиться к высшим стандартам это невозможно каждый сам решает когда он примет стандарты и стандарты но если вы хотите быть искон тогда у вас стандарты Если хотите быть посвящённым ученикам, то вот стандарт. Примите, научитесь этого, оставайтесь в СКОН. Не можете, можете не быть в СКОН, можете помогать в СКОН, дружить с СКОН. У вас в Светлыме есть фасад. Приходите. В любое время, когда нужно, делайте это. Никто не будет против, никакой критик не будет. У каждого есть своё положение. Преды не будут отоценивать, они не ргумы. Они будут отоценивать только друг друга. Наблюдайте. Ты получил посвящение, ты следуешь? Тоже следуете. Ну, напоминаю, это нормально. Но это не причина критиковать и отталкивать других людей. Наоборот, музыкатики. Пойте с нами, принесите себе себе барабаны, давайте на улице. Ну, что хотите, участвуйте. Распевайте. Ешьте просто. В джаганатах курить, где-то мы начали киртан. Да просто напряжь, что там верили. Для себя. Индусы там грубо проходили какие-то. Мужчины молодые. Они говорят, давай к нам подожди, давай прислать вокруг. Как этот индус идёт? Ну и так прислали. Мы закончили, а они харитричны пошли дальше. Вот это нормально. И тогда пьяные присоединяются на харитринаму. Они тоже не против, всех это веселит. Где-то мы пели харитринаму, может быть это был в Курске, не помню, когда-то. Запомнилось мне тем, что люди... Тогда была информация о Басхоне какая-то, как тоталитарная секта. Вот был пик такого. И люди очень боялись харитричны. В основном. Ну порядочный социальный успешный. Люди боялись. А мы у рынка там сели и начали петь. И я вижу, что им интересно, но они быстро проходят мимо. Они уже слышали что-то. Поэтому так улыбаются, улыбаются и мимо проходят. Часа два пели. Никто не остановился вообще. Какой-то бомж подошёл. Просто смотрел вниз. Кто-то всё-таки там пожертвование дал, быстро ушёл подальше. Да, если нравится, всё равно репутация. Люди стесняются. Я же не стесняюсь. Хлопотельно стоять, что подумают просто. Ты что, конечно, это в стол, что ли? Не стесняются сильно. И тут цыгане появились. Что мне запомнилось? Эй! Ча вела? Ну что, я здесь? Что такое? И тут, конечно, люди уже не могли проходить мимо. Смотрите. Такая разушка. Потому что они забыли, куда шли. Они там попели, потанцевали от души и ушли. И всё. И чего? Они пришли к нам ашу. Да мы не хотели. Не то, что можно расширять аши, давить на людей, принимать стандарты, читать с другого четыре принципа. Нет. Нет. Когда мы уже дали обеты, мы напоминаем, чтобы не терять от этого важного момента. К людям мы не должны применять такие стандарты. К людям у нас ниргуна, равные отношения, доброта, сострадание, милосердие, всё. Внимание, служение. У нас строгие принципы. И мы защищены этими принципами. Люди понимают, что мы не можем с ними смешивать. Это люди другого уровня. Но мы уважаем очень их. Они не гордятся. Они помогают. Они будут очень уважать перед ним. Но как только мы гордимся своей чистотой и принципами, люди отходят на инстанцию. Господь Читания обнимал любого неприкасаемого на улице, когда тот воспевал цветы. «Представьте, что революция, как думаешь, смешно Браму на реагирование?» Это революция была. Духовная революция. Ты смешиваешь Браму с неприкасаемыми. Ты всё вырушишь таким образом. Он говорил, что я не Брама. Я не шатри. Ни вонопрасство, ни грекасство, ни санясь, ни шутра, никто. Кто я? Дас, дас, ананасы. Раманы были побеждены. Такая культура вознаграждения. Милосердие. Харе Кришна, сейчас что? Митинг с конкретами? У меня будут ограждения. Интересно посмотреть, кто у вас главный махарат. Кто больше всего времени распространял. Марафон начался в Галоке Фест. Было примерно около четырех тысяч человек. Это называется Измайл. Я не помню. Это известное место в Москве. Огромный зал какой-то. Много людей. И там раздали шесть тысяч книг. За одну программу. За один день. Мы раздавались в Галоке Фест. На каждой публичной программе также выходили книги. В Петербурге я подписал только на программах преданных пятьсот книг за несколько дней. То есть книги, если постоянно проповедь, мой марафон организовывал. Благодаря преданным. Преданным все это организовывают. Приносят книги. Говорят об этом. Не только подписывают очень ничего. Какие-то лекции. Но цель была провести марафон. Чтобы тоже помочь распространять книги. Участвовать в этом. И неожиданно, что даже в Тиме не нужно. Поучаствовать в свободе. Даже первое место мне нужно. Какие-то милостепрятные. Шварам Ахмарадж написал статью, которому написал «Ржавые танки». Это, в общем-то, совсем старый период. «Ржавые танки». Нам пора тоже выйти на замке. Это он вышел в этом году на марафон, когда он варит на коляске. Не потому, что говорит, я больной, потому, что так больше от него уйдет. У него были коляски, у него брали книги. Просто в марафоне. Учитывался каждый день, что вот это, наверное, прекрасный период. Он очень поддерживает это всем существом. И я слышал мне написать письмо из Екатеринбурга. Преды прочитали эту статью про «Ржавые танки». Тоже старые выкновились. Это Вородеша. Это старый-старый преданный. Он пришел на этот марафон без ноги, который был президентом храмом. И он вышел и пришел. Пошел так же, а мало говили с ним. Два друга старых. Я вышел на улицу и кричал людям. «Почти, что запрещенная литература!» «Судимая Бхагавадгита, как она есть!» «Как за два дня стать кришнаитом!» Ну, смешили людей таким образом, как распространять книги. Они тоже так надеялись, потому что шутили, шутили. Углались. Может, просто не могли. Вородеша когда-то распространял надую ноге, и он шутил всегда. Он очень веселый при этом. Вчера юмор у него просто сокшивательный. Ну, мне легче. Ни одна нога не мерзнет. Когда общаешься, то вообще не обращаешься. Что-то еще. Очень легкий. Сейчас стал писать. Все воспоминания самые недвижные. Я думаю, что это лучше, чем Ильф и Петров. Это талант какой-то. Просто саморудок. И он в начале был очень таким, как сказать, ну, это же были 90-е годы, перестроечные годы. Всякое было такое. Агрессии. Агрессии было много. Люди были недовольны. И он вот в том духе очень хорошо как бы их деньги распространял, что он людей ругал на самом деле. Ильф так сильно очень ругал, что живете как животные, мясо жрете. И так прям. Ну, в 90-е годы это было нормально. Это совершенно вечный язык. Его вывозили в патентный переход приятный зимой. А я его стоял на костылях. Столик рядом с книгами. И ему короткий книг подвозили. Потому что книги выходили очень, очень, очень быстро. Потому что он ругал. Люди ругался с ним. Ругался. Люди тоже с ним ругались. Кричали. Я говорю, вот если бы у тебя, вот, скажи спасибо, что у тебя на книге. Я говорю, где-то они тебе сейчас так бы дали. И расплачивались, и где-нибудь покупали, где-нибудь шлифли. И распространял бы в этом настроении. Другая премьера, когда мы бежали здесь на север, там нягонь были, уренгой. Ховот страшенный. Страшенный холод вообще. И она одевала такую шубу. До, до 5. У нее осталась кармическая жизнь. Такая толстая шуба, норковая. Дорогая, дорогая. Вот она ее одевала. Вот эту вот шубу, запрещенную. И регулирующими принципами. Там было холодно. Она так одевалась. Потому что мы не достояли ругаться. Вообще. Перебегали. Двери к двери. Куда-то ходили. А она прям остановилась на автобусной остановке. Люди же туда подходят. И она очень просто с людьми говорила. Безлобная. Безлобная. Совершенно. Но слова были удивительными. Читайте эти книги, иначе будете жить как животные. Иначе вы все как животные так и проживете ту жизнь. Покупаете. А что это за книги? Что мы прочитаем, и не будем жить как животные? А прочитаете, узнаете. И люди прям вот заговоры берут. Ну за другое, ну за другое, ну за другое. То же самое. Другая делает так. Она шла в какой-то супермаркет. Это был новый уренгой. Шла сразу к директору. У меня экстрасенс была. Это была главная Махаратова тогда. Она вагон у моей книги распространяла. Никто не мог понять, как она это делает. Она была очень хорошей организатором. Пожилая женщина. И она заходила сразу к директору. Она вот сразу говорила какие-то слова. Тот тут же полечит там. Руками. И что-то скажет. И объяснит. И тут же книги покажет. Директор конечно сразу покупал. И она просила у нее разрешение. В его магазине распространяли книги. У директора стратегии. Конечно она сердце завоевала. Она просто выгорела потом сразу в зал. Торговый. Там у нее уже столик. Все она смело это делала. И потом она говорила. Харир нама. Харир нама. Харир нама. Только эти книги. Только эти книги. И спасут людей век кали. И там пару слов. Люди знаете. Интересные. Как бы зал так замиралось. Все продолжалось. Внешний покупатель. Это продавцы. Но как бы они. Так вот вот. Слушали это все. И делали что-то. И ходили по магазину. На нее никто не смотрел. И уходили. Как бы мимо проходили. Все молча на выход. Я смотрю. На каждом распространении книги. Я увидел двести книги общества. На игрушки все. Она не обращает внимания. Просто что-то говорит. Такой простой. Ну вот так уверена. Что только это возможно. Сами прочитать. Узнать. Это духовная революция. Что у нас. Вы должны знать. Причинно-следственные законы. Вы должны знать. Знать о реинкарнации. О душе. В этих книгах. Вы узнаете все. Что-то такое просто. Громко. Громко. На весь магазин. Поскольку директор разрешил все. Можно. Люди все выходили из магазина. В основном. Те кто слышит. Потом. По моему удивлению. Все возвращались. К покупали. И. Наверное. Десяти минут не проходило. Пойдем в Сибирь. Пустырь. Она спокойно. Собирала. Уезжала за новой партией. Учитель. То есть. Теперь натворили чудеса. Мы совершенно приходили там тоже. По школам. Учителя. Хотели услышать лекцию от нас. Мы взяли из них. Мы пошли туда. Но там что-то случилось. Кто-то что-то сказал. Они сказали. Нет, нет. Мы дадим только вам пять минут. Хотя на лекции не сказали. Пожалуйста. Вам два часа. Говорите. Мы придем. Собирьем всех учителей. Но что-то случилось. Мы пришли. Здесь сказали. Ну вот. Десять минут он даем. По лекции. Это и десяти минут у нас не было. Что-то такое. Но мы поняли. Что не получилось у нас. Эта программа. Вот сейчас так сказала. Знаете что? Ну значит вам не повезло. Все знают. А почему это? А потому. И стал про победу. Пошли началось. Пошли началось. Пошли. Лекция программы вот таких путев у нас. Ну значит вам просто не повезло. Он сказал. Там один человек сидел там и посмотрел. Ну сколько стоит комплект весь там. У нас цены были хорошие. Купил весь комплект сразу. Пошли. Это было время когда в магазинах ничего не было. Все было по талону. Не могли купить ничего. В Новом Оренбурге скончились продукты. И у нас тоже сейчас там и голодальность. Потому что я не весь голод буду до сих пор. Я пишусь в Новом Оренбурге. Только холодный голодный. И мы не знали что делать. Пошли в магазин. Там даже хлеб на талон. Но у нас не талон был. Зачем нет. И мы зашли. Помним. А подумали. Давай вечером пойдем в магазин. Когда уже все купили. Может что-то останется. Мы до вечера этим переснем. Как-то что-то перекусывали. И точно Кришна снял один батон. Белый батон. Вот во всем магазине один белый батон лежал. И мы стоим. Просим этот батон. Может кто-то придет с талоном купить. Мы не можем продать. И уже закрывался магазин. Видимо не придет. Ну ладно. Ведите этот батон. С тех пор я никогда не в кармических лет. Мы отродили с этим батоном. Те же никогда. И однажды. Мы поехали. Я не помню как это был. Говорят парам тоже был мурах. Он зима. А я в основном давал лекции. Я на улицу не выходил. А тут я пошел на улицу. И чувствую что нужно как-то все по-другому. Нужно с людьми там не проповедовать. А как-то общаться еще просто уметь. И у меня ни одной книги первый день не ушло. Говора не вернулась у нее. Тридцать книг. У меня ни одной. Я даю лекцию по банку. На всех нахвалил книги. Я не представляю сам. Нет никаких книг. Кошмар. Позор. Пошел на следующий день. О, пять книг распространил. Удалось как-то. Кто-то купил ничего. Не знаю как это получилось. На другой день. Пятнадцать книг. Тридцать книг. Там распространяем. Книги идут уже. Уверенность. Уже опыт появляется. С людьми общаться где угодно. Новогодний марафон. Настроение все. Мы там закончили гостиницу. Пошли на поезд. Пошли на поезд. Чтобы поехать дальше в другой город. С этими книгами. У нас тележки. Все это вручную. Плацкарт. Уставших уже поздно. Мы туда заходим в лагон. Все спать хотят. Укладываем все эти книги. Там под лавки. Куда-то. Братья. Тут багажник. А люди почему-то на нас все смотрят. 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 А мы уже не до людей уже. Можно просто выскаться что-то. Я говорю, куда? Все. Мы просто отключились. Будет кого-то. Кто мы вообще? А что у них тратые просто? Книги распространены. Какие книги? Слушай. За пустого. Там под лавкой. Утром просыпайся. Ни одной книги нету. Деньги лежат. Всего мира не сами будет. Мы просто лежали. Мармолы. Что-то такое произведение. Какая книга происходит, когда вы уже в этом сознании находитесь. Вы видите, что все само по себе оказывается происходит. Усилия не нужны никакие вообще. Потому что не привязываться. Просто нужно вот Кришне слушать вот это. Постройки. Не очень быстро. За какие-то дни, там, неделю, марафон. Вы уже все. Летаете. Мы очень сильно любили книги распространять. Когда вот сюжет пришел в сознание Кришны, он его сразу встретили. Книги распространяли. Он даже не знал, что нужно ману. Уже книги распространяли. Верно? Понятия не лучше про ману. Да? Почти так. Он еще просадка готова. Знаете как? Он готовит, так попробует. Не соленые посуды. Он не знал ничего. Такое было у нас настроение. Помните, да? Старые плены, все это знают. Все воспитаны. У нас на Кирске были выросли. Марафея в Петербурге возглавляла Ашер Мадыжи, тоже книги распространяли. То есть, такой был дух удивительный. Пармана-то, конечно, тоже. И росли. Сейчас здесь в городе чистоте поддерживают. Видите? Видите, какой город чистоте? Пармана? Пармана-то. Это приятно все любили эту бескорыстную деятельность. И люди нам помогали, тоже чувствовали это, помогали бесплатно, довозили нас на своих машинах, книги друзей. Варчанчика поехала тоже на марафон туда, куда-то. В Уренбурге, в Уренбурге, не знаю, они появились. На Мачиндаме. Из-за Газелурова тогда в то время. И там они плакали. Они прилетели туда, там холодно, гостиницы холодные, кругом холодные, они сидели и плакали. Когда же мы пришли обратно в Викторию? Их распространение книги в ряду. А мама субботирая, она хотела поехать на самый крайний север. И просилась там на какой-то вертолет уже вообще. Ни автобуса, ни поезда, вертолет какой-то. Она хотела, чтобы книги люди получили там тоже, на крайнем севере, там Бурове Гивы, уточка вообще. И там тьма, тьма, полярная ночь вообще. И она упросила, умолила. А летчик говорит, куда ты? С книгами туда, что ли? Возьми ты вот. Я что-то на распорту. Что ты будешь делать? Говорит, я туда хочу, люди поездки. Ну, раз ты хочешь. Мы бесплатно ее взяли на вертолет, погрузили, полетели, там летели какое-то время. Говорит, ну, сама хотела, выходи. И там тундра и все. И она с книгами, представьте, тундра есть. Я говорю, «Кришна!» Он сделал вон снящую молиться, потому что там ничего нет. Вообще ни деревьев, ни людей, ни домов. И тут какой-то автобус, вахтовый какой-то там автобус приехал, увидели ее, взяли. У нас уже там была на грани отчаяния. Так она книги нам распространяла. Другой предан распространял, он летал в самолетах по всему Советскому Союзу тогда в те годы. Бесплатно летал на самолетах где-то около года. Он всегда подходил в то место, куда идет экипаж, он заходит, показывал книги, распространял что-то, они его сразу брали с собой с книгами в самолетах. И так он около года бесплатно летал. То есть вот две книги распространял. То есть вот предан в этом мире такого настроения мощнее, что люди отвлекались. на бескорыстное служение и все помогали. Диаванда приехала однажды на границей в Тову. Зашел в какой-то там вагончик. Там отдыхают после вахта люди уже. Книги, проемы, что-то стал говорить. Что вы на всякую ерунду носите, всякую ерунду сюда, кому не вредите, кто только сюда не приезжает. Нет, чтобы о Кришне что-нибудь. Только это же о Кришне. Ну так сразу бы сказал. Другой приятный, он был в башне, он занимался санкитами. И у него перестали брать книги. А он почувствовал, что ему трудно чувства контролировать. И утром объелся. Потом лег спать. Проспал полдня. Вышел на санкитину ни одной к ней. И там почти каждый день началась такая вот какая-то проблема. Объедается с утра. Встать на магарти не может. Сразу на завтрак, потом объедается. Кто хочет спать? Санкит, он вообще страдает, мучается. По словам, на глазах пусть и ваше. И вот вечером пошел молиться. Пошел молиться. Кришне, Кришне, помоги мне. Я хочу распространить мою. Хочу контролировать чувства. Хочу предаться тебе. И все. И так далее. Помолился. Думаю, ну все, завтра будет новая жизнь. И опять проспал на мангаре. Сел за просад, опять объелся. Ну все, опять усел. Опять спать, его молил и танцует. В таком уже ужасном, уже упадеческом настроении. И даже Кришне не помогает. Все, уже отвергнутый человек. Пошел на санкитину, но все, книги распространяются. И подумаю, ну ладно, если книги брать не будет, я хоть благовоние дам. Ну что-то я дам человеку. Благовоние, значит, всегда в кармашек. А, нет. Он просто был в таком настроении, что в отчаянии полном звонит в какую-то дверь. А у него на душе кошки скривут. И какой-то старик открывает дверь через долгое время. Этот предный посмотрел на него и говорит, здравствуй, батя. И стал плакать вообще. Разрыдался. А тот, здравствуй, сынок. Ну, не понял. Не понял я, не понял. Как-то спутал, может, с родственником, может, с другом, с сыном. Не знаю, может быть, что-то у него тоже в жизни. В общем, одеваются, плачут вместе за эту квартиру. Купил у него все книги. А другой говорит, ну, благовоние. Если книги не подушать, благовоние дам. А эти благовоние у него свалил аллергию. Но ведь я благовоние вставил, нажал кнопку звонка, и началась реакция. Нос попадает, запах и слезы. Я говорю, не пейте, пожалуйста, книги. Да ладно, будет, давай. Чего уж так? Ладно, я не знаю, развеючусь. Столько историй невероятно слышно. Я не знаю, что они не упроют. Ну что, кто-то тоже расскажет? Да, мне нравится эта история. Я ее уже рассказывал. Это, ну, есть, ну, такие фанатичные люди. И около одного другого центра, он еще такой дяденька, он, похоже, бывший военный, ну, так сказать, ну, пристал ко мне, достаточно так агрессивно с собой. Вот, и, ну, он сказал, что мучился у Гортона, вот, известный болец, ну, с сектой в России. Вот, ну, в общем, мы с ним даже так немножко, это, ну, там, ну, не сказать, что подрались, потому что он мне куртку порвал. Ну, так, достаточно грубо со мной вернулся. Ну, так кричал, там, говорил, ну, подходите к нему, там, ну, прохожим. Вот, ну, я попытался как-то с ним поговорить. Он ему говорит, да вот, смотрите, это хорошие книги, там, правопад он показал. Он говорит, так у тебя, наверное, Бхагават-гита есть? Я говорю, да, конечно, вот, смотрите. Вот, таскан, Бхагават-гита. И он такой на всю улицу, ну, закричит так громко. Да ты хоть знаешь, кто такой Кришна? И, ну, у меня так прям хорошо стало в душе. Ну, я почувствовал в момент, что этот человек, ну, огромную милость получил. То есть, ну, прям, я это почувствовал. Ну, он так несколько раз прям громко. Вот, и в итоге, на следующий день мы опять с ним встретились. Вот, и, ну, мы как-то, ну, подобранно уже с ним поговорили. То есть, ну, то есть, у него уже не было такой агрессии. То есть, он так нормально с ним разговаривал. Оказалось, что он узнает и про Варнашану Адхану, там, ну, то есть, он читал книги. Вот, ну, тем не менее, даже у таких фанатичных людей, ну, это может, ну, меняться, вот, как отношение к сердцам, меняться, может, к себе. Ну, что, как это рекомендую дальше?